Добрый вечер, дорогие друзья! Шлю большие салюты, большой привет всем-всем-всем, всем моим друзьям, коллегам, ученикам, родственникам во всей точке нашей планеты. Итак, я вас сегодня приветствую на моих посиделочках на кухне. Вот у нас сегодня, какое у нас сегодня число? 20 октября, моросить дождик за окном, вечер практически уже так вот. Я готовлю ужин, вот, простой такой. Сегодня у нас белорусское направление такое, я тушу капусту и сделаю пюре и курочку тоже. Вот, так вот мы будем сегодня кушать вечером, в смысле делать такой вот чейну, ужин. Итак, значит, практически мы на наших посиделках остановились на том, что, как же я попала в Италию. Я уже сказала, как я попала в Италию практически, но что же потом произошло? Так как я сказала, что произошло чудо из чудес, то есть в одной поездке за вырождение белорусских детей, это было в 2005 году, значит, вот произошел такой казус. Как только я попала на территорию Италии, вот такой вот человечек итальянской национальности, то есть мой муж, значит, уже начал как-то сигнализироваться и следить за мной. Но я об этом еще не подозревала. То есть он как бы тоже был в этой ассоциации по приему белорусских детей на территории Италии. Ну и вот, в конце концов, произошла вот эта вот встреча, разговоры. К сожалению, мой бывший сегодняшний муж был и пока еще не разведен, но уже подходил к этому процессу. И поэтому вот такая королевна приехала из Белоруссии и покорила итальянское сердце. И вот практически после этого, как мы с ним познакомились, значит, я уехала, значит, в конце августа. И мой джених итальянский приехал в октябре на территорию Белоруссии, чтобы познакомиться с моим отцом и нанести дружеский визит, скажем так. Прямо вот с первого такого вот захода, как я попала на территорию, он уже сразу следом за мной приехал и, значит, ко мне домой. Ну, практически мы с ним еще встречались три года. На втором году он мне подарил даже такое вот кольцо, такое вот просто такое вот хорошее, красивое. И я хотела сказать, что это очень серьезный знак подарить кольцо итальянец, если дарят кольцо своей девушке. Это уже достаточно серьезное отношение получается. Не так, как у нас, что джентльмены наши копят, копят денежки. Вот идут в магазин, покупают это колечко и дарят там на день рождения. И так, нет, здесь это серьезный шаг. И если получается, если человек уже подарил это кольцо, это значит, что произошло что-то серьезное. И вот так вот мы с ним три года, я летала как сопровождающая. Потом он пригласил меня на Рождество с моим сыночком Вовочкой Старшим. И, значит, что же произошло? Он поставил вопрос ребром. Или мы делаем семью, или же все, разрываем отношения. А что мне оставалось делать? Мне нужно было выбирать. И практически я была как бы заложенцей ситуации. И Вова не закончил школу, я бросила 11 класс как классный руководитель. Я не делала кеды ускуза, прошу прощения у моих детей. Прошу прощения, всенародное обращение у Татьяны Ивановны. Поэтому, значит, да, хотелось мне отметить, что вот получается, что мой муж был еще не разведен, и мы вот так вот начали строить эти отношения. И хотел сказать, что до 86-го года на территории Италии, 86-84-го, то есть было нереально как бы развестись. Это очень был тяжелый процесс, это просто было нереально. Ну, в 2016-м мы пришли к моменту, что практически, как только, если нету каких-то взаимных претензий, развод дается очень быстро сейчас. Все вопросы решаются в местной коммуне, то есть вот в такой-то мэрии, как-то у нас на российском совете, типа, в городском совете, если это город. Но практически, практически, что я хотела сказать, что женщины при разбоде очень защищены в Италии. Вот, допустим, я хотела сказать, что если женщина официально замужем и имеет плюс детей, или даже не имеет, то что осталось после развода жене моего мужа настоящего? Ей достался дом, он ей оставил дом, то есть, как бы, чтобы не выплачивать какие-то денежные суммы, он оставил ей дом стоимостью где-то 200 тысяч евро, например. И это не то, что они не имеют общих детей, вообще у них детей не было. Вот так вот защищается женское население, итальянки, в смысле, при разводе. Но, что я хотела еще сказать? Хотела еще сказать и отметить, что итальянки достаточно очень нагло себя ведут и оставляют своих мужей, как говорится, практически в трусах. Бедные вот итальянцы, если честно. Я больше на стороне даже мужской части, потому что, ну, не знаю, ну, как-то оставлять мужчину, ему же тоже нужно после развода какую-то свою жизнь начинать. И вообще как-то обустраиваться. Очень много итальянцев после развода становится вообще очень с низким уровнем вообще жизни. Но время истекает, так как все эти карики на YouTube, YouTube в итоге, по-русски YouTube, по-итальянски YouTube, что мне нравится больше YouTube, туп-туп-туп. У меня занимает очень много времени, поэтому извиняюсь. Сегодня мы с вами поговорили вот на эту тему бракоразводную. Я, конечно, не закончила. Но я вам расскажу более подробно о итальянских женихах, как же их ищут и находят, о всех тонких моментах на моей кухне, где я вам расскажу тайны и секреты для тех, кто ищет свою вторую половину вне территории, своей родной Родины, историками. На этом я с вами прощаюсь на сегодняшний день и выйду в эфир в ближайшее время. Всем привет и добрый вечер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok